У вас глаза именинника? Естественно, сегодня небольшое событие. К нам приехали представители фирмы-производители этого оборудования, уникального оборудования. Сегодня оно признано лучшим в мире, и уже не сегодня, а уже больше полгода, как лучшее в мире. Приехали они для того, чтобы, во-первых, убедиться, правильно ли эксплуатируется оборудование, убедиться в его нормальном техническом состоянии. Для совсем непосвященных мы просто вынуждены сообщить некоторые детали. Эксимер-лазер единственный в России способный без ножа методом испарения роговицы глаза и изменения ее кривизны возвращать стопроцентное зрение. И возвращает он его, в отличие от линейки Святослава Федорова, так, что только что прооперированный человек может трудиться и умственно, и физически. Прошло 10 минут. Ощущения? Ощущений никаких. Пока все хорошо. Я хотел сказать, самые радостные, но я не прав был бы, да? Ну нет, радостные нет. Скорее-таки, немножко даже тревожные. А красавчик почему до сих пор не уговорен? Он, наверное, волнуется. Дело волнуется, и все только, все зажжено вот. Если все будет хорошо, то будем второй глаз делать. Он решится, если у меня все будет хорошо. Второй, а третий, четвертый. Нет, он, наверное, не решится, а на второй запросто. Ну а теперь о главной цели визита этих молодых людей. Вопросы им задавал разные, среди которых коварный. Почему сами ходят в очках? Кстати, если вы заметили, в кармашке белого халата директора центра Владислава Михайловича Феронова также виднелись очки. Не знаю, мой ли вопрос тому причиной, но буквально на другой день доктор Феронов, сев за руль, выехал с работы с забинтованным глазом и доехал до дому благополучно. Может быть, мы предложим нашим японским коллегам по 300 долларов внести в кассу вашей фирмы и прооперироваться здесь, в России? Я, в общем-то, предлагал, но для этого требуется, по крайней мере, 10 дней. Неделя между операциями, 3 дня наблюдения. Ну, как для всех иностранцев, как для дальних и многородних, другую тактику мы не можем предложить. Ну, а сейчас конкретная оценка японских специалистов того, что делается в Магнитогорске. Сам по себе эксимир-лазер — это достаточно сложный инструмент, который позволяет делать многое. Но для того, чтобы это делать, необходимо быть доктором. Я могу сравнить это с реактивным самолетом. Сам по себе самолет — он может все. Но для того, чтобы на нем летать, надо это уметь. Надо иметь определенный опыт. То же самое и здесь. Насколько я знаю, в России сейчас был, есть опыт работы с эксимир-лазером. Но то, что делают здесь, не делает больше никто. Я могу сказать с уверенностью, что доктора мистера Феронова, мистера Феронова является доктор номер один в области обработки глаз. Именно поэтому мы привезли и поставили сюда гиперапийный модуль, который ставится только пока в исследовательских целях. Мы входим в десятку первых установок в мире, где стоит гиперапийный модуль. Именно поэтому сейчас на этом лазере можно корректировать миопию, астигматизм, гиперметропию. То есть этот лазер сейчас позволяет сделать все. Я считаю, что персонал мистера Феронова способен делать это. И уже на следующей неделе, через неделю, вы можете реально оперировать пациентов с гиперметропией. Ни я, ни наш российский сервис-инженер Дмитрий Филиппов, который обеспечивал нам перевод с английского, не могли даже предположить, что этот новый метод гиперметропии доктор Феронов, директор Центра коррекции зрения, испробует первым на себе. Ну а теперь вот о чем. Предвосхищая ваш вопрос, почему именно на магнитке, а не, к примеру, в Челябинске или Екатеринбурге, в Ростове, появился чудо-лазер, отвечу так. Центр Феронова, где собрались настоящие профессионалы, пошел на огромный риск, купив эксимер-лазер за огромные деньги, для чего взял в банки кредит. Из бюджета целевым назначением сумму под миллион долларов выделить сегодня затруднительно. Вот и решили магнитогорцы пойти цивилизованным путем, для чего и организовали платное лечение. Но если для людей с нормальным достатком заплатить 300 долларов за глаз не очень обременительно, то для бюджетной среды, а она в большинстве своем безденежно и очки носит, это просто не по силам. Есть у моих земляков одна идея – лечить учителей, актеров, врачей бесплатно. И за это получить некоторые налоговые льготы. Неплохо было бы эту идею городским властям поддержать. Уж больно полезное дело для всех люди затеяли. Я представляю здесь фирму «Экометпол». Это австрийская фирма. Мы работаем на рынке СНГ и Советского Союза с 1987 года. Здесь впервые в России мы установили эксимерный лазер. Действительно, это продукция номер один среди той и всей продукции, которую предлагают наши фирмы. Мы очень верим в будущее этого прибора. И надеемся, что у Владислава Михайловича Фиронова с лазером будет все нормально, будет много пациентов. Ему просто повезло, что он купил оборудование последнего поколения. Да, безусловно. Потому что я считаю, что, конечно, первые – это врачи. Но оборудование, аппаратура – это не менее важное, чем персонал. Так что, имея хорошее оборудование, имея хороших врачей, никаких препятствий я не вижу. Пока мы лечили только близорукость и астигматизм. Теперь мы уже в состоянии, модуль установлен, в состоянии лечить дальнозоркость. Как врожденную, так и приобретенную. И дальнозоркий астигматизм тоже. То есть, о чем мы говорили с вами буквально три месяца назад, что летом этого года мы начнем лечить зрение с плюсом. Мы не обманули ни на сколько, так? Ну, получилось точка в точку, в десятку. Японцы оказались настолько педантичны и точны, что, в общем, все своевременно произошло, как мы и высказывали пожелания.